получится. Итак, рад вас приветствовать на проекте HR-юду. Сегодня говорим о том, чему и как обучать менеджеров по продажам. И сегодня у нас тренер Борис Жалилов, который присоединится чуть попозже, как обычно, немножко о проекте. Так, напишите, пожалуйста, из каких вы городов и сколько вебинаров посетили, чтобы понимать географию нашего вебинара и насколько вы знакомы вообще. С проектом. Отлично. Ну, как видно, география. Есть Москва, есть различные города, есть заграничья, Алматы. Привет, Алматы! Итак, более 140 вебинаров проведено, почти 8 тысяч человек уже прошло вебинары вживую. И мы рассказываем о том, какие HR-инструменты могут пригодиться руководителю и HR-у в первую очередь. Мы являемся частью группы компании «Алмаз», и у нас есть информационные партнеры, которые помогают нам двигаться и развиваться. Это Мирополис, который предоставляет эту платформу, где мы сегодня с вами собрались. Это Маркет, на котором размещаются анонсы вебинаров, ну и HR-TV, где не только наша информация о вебинарах, но и много-много видео с HR-руководителями различных компаний. Но я не буду долго задерживать. Сегодня у нас спикер Борис Жалила. Я спешу передать слово. Борис, присоединяйтесь к нам, мы сейчас быстренько проверим связь. И я, как обычно, уйду в тень, чтобы вы уже начали говорить по теме. Коллеги, сразу всем, пока Борис присоединяется к нам. Сегодня, как обычно, запись вебинара и презентация будут выложены на каналах, и всем участникам будет отправлено письмо с ссылками. Борис, тестируйте связь. Скажите, что ли? Слышно ли меня? Всем привет. Слышно ли меня? Коллеги, плюс в чат, если все отлично. 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 Все, Борис, я ухожу в тень, я здесь, и если какие-то вопросы технические, я их решаю. Спасибо, Александр. Спасибо большое. Есть примерно часик, чтобы обсудить все-таки, чему и как обучать своих продажников, свой отдел продаж. Причем рассказывать буду о том, что реально делаю и делал в тех компаниях, с которыми работал, с которыми работаю. То есть, если что-то из того, о чем рассказываю, непонятно, задавайте вопросы. Если что-то из того, о чем рассказываю, вы пробовали, но у вас не работает, задавайте вопросы, будем уточнять, почему у вас не работает. Ну, в общем, буду рад, если будем общаться и более плотно, более конкретно. Задавайте вопросы, управляйте, пожалуйста, процессом. Нахожусь я в такой веселенькой обстановке, пью свой капучино, иногда будет слышна музыка, иногда будут слышны другие посетители этого хорошего, прекрасного заведения, этого места. Так что располагайтесь поудобнее и тоже чувствуйте, что мы просто с вами неформально общаемся. Вначале хотел бы уточнить все-таки, кто у нас здесь. Если вы HR, если вы руководитель, если вы руководитель учебного центра, напишите, пожалуйста, вот, собственно говоря, чем вы занимаетесь, за что вы отвечаете, просто чтобы понимать, в какую сторону больше делать акцент. Отлично. Спасибо. Коллеги, бизнес-тренеры тоже есть. Очень хорошо. Директор по продажам, благоразвития, HR, руководитель группы. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно, очень рад. Постараюсь быть полезным сегодня и тем, и другим, и третьим. Опять же, управляйте процессом. Начнем с очень простого вопроса. Я постарался нарисовать перед вами на слайде, который вы перед собой видите, такую красивую жирную точку. И прошу вас просто написать в чат ваш ответ, ваша версия, что это такое, что вы перед собой видите. В общем, вопрос очень простой. Что вы перед собой видите? Шайба, маленький круг, точка. Вот слово «точка» не надо, а другие варианты, да. Начало, круг, еще. Глаз, глаз, цель, солнце, черный круг Малевича, да, жирная точка. Что еще? Еще, 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 еще варианты. Мало. Еще варианты. Угу, затмение. Угу. Начало чего-либо. Что вы перед собой видите? Отверстие, выход в другое пространство. Вот интересное дело. Уважаемые коллеги, спасибо за массу вариантов. Вот, наконец-то, Анна написала фразу и логотип очень хорошо. То есть, площадь белого листа достаточно большая, площадь маленькой точки очень маленькая, но видим мы обычно точку. Да, кстати, вот еще перед вами тренер пляшет уже несколько минут. Видим чат с коллегами. Вот так часто бывает, что мы видим что-то одно, видим точку, концентрируемся, а на самом деле есть многое вокруг, то, что не замечаем. Наша задача сегодня в течение этих 50 минут пообщаться, посмотреть на то, что, может быть, не замечаем, на что не обращаем внимания, но что очень важно, когда мы обучаем наш персонал. Постараюсь поделиться вот с некоторыми инструментами для этого. Но вначале прошу дать обещание. Сейчас скажу, какое обещание, причем не мне, себе дайте обещание. Пообещайте, пожалуйста, как люди, которые отвечают за бюджеты на обучение, за обучение персонала, за обучение своих сотрудников, либо полностью отвечают за своих сотрудников, за свой бизнес, пообещайте, пожалуйста, что вы с сегодняшнего дня не будете тратить деньги на обучение отдела продаж, по крайней мере. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что зачем тратить, если можно инвестировать? Основной лейтмотив сегодняшнего разговора должен быть очень простым. В обучении продажников не нужно, вернее, на обучение продажников не нужно тратить деньги, можно инвестировать, и мы посмотрим, как инвестировать с максимальной отдачей, с помощью каких инструментов это возможно. То есть на обучение мы не тратим, в обучение мы инвестируем. Причем лично я верю, что можно инвестировать в обучение с максимальной отдачей. То есть это самая такая серьезная, интересная и выгодная инвестиция в бизнесе. То есть, по сути, обучение – это такая же бизнес-задача, как и любая другая бизнес-задача. Это бизнес-задача по ряду KPI. Начну издалека немножечко. Я долгие годы искал формулу успеха. Формулу, с помощью которой можно добиваться любого успеха в любой сфере деятельности. И, наконец-то, я ее нашел. Сейчас я с вами ее поделюсь. Верите вообще тому, что сказал? Да, нет. Так, кратко. Да, нет, плюс-минус. Про формулу успеха. Нет. Кто-то верит, кто-то да, кто-то улыбки. Спасибо. Плюс-минус. Ага, ага. Не, на самом деле, верить надо. Если чего сказал, то сейчас сделаю. Вот сейчас поделюсь формулой успеха. Более того, она перед вами. Так что зря не верите. Формула успеха очень простая. У – это успех. У равно А умножить на К. Где А – это, естественно, что? Подскажите кто-нибудь. А этого на что? У – это успех. А А – это работа. Амбиция? Нет. К сожалению, не амбиция. Активность. Да, совершенно верно. Активность. Можно назвать словом работа, можно назвать словом усилия. Назовем словом активности. Прекрасно. Активные действия. Да. Если у нас есть какие-то активные действия в сторону вот этого самого У, то есть шанс, что получится результат. Если не получают результат, то, возможно, у нас нет активных действий в сторону этого самого У, то есть успеха, то есть нужного нам результата. Я говорю не о любых действиях, не о любой активности, а о целенаправленных, результативных действиях. Вернее, не обязательно результативных, но целенаправленных, направленных на результат действия. Естественно, активные действия не всегда получаются успешными. Это естественно. У них есть КПД. И вот К – это как раз КПД или коэффициент конверсии этих самых действий в успех, в результаты, которые нам нужны. То есть, если нам нужны больше результаты, все очень просто. Нам нужно поднимать либо первый множитель, то есть активность, либо второй множитель, то есть КПД, коэффициент конверсии. Ну, а еще лучше, как говорил Винникух, и меда, и молока можно без хлеба. То есть, еще лучше поднимать и то, и другое. Собственно говоря, все, что мы будем делать в обучении персонала, мы будем делать для того, чтобы поднимать активность и для того, чтобы поднимать КПД. В чем измеряется активность, спрашивает Александр. Активность – это количество действий. Например, если мы говорим о продажах, то активность может быть в виде количества исходящих звонков, которые сделал ваш менеджер по продажам. Или количество встреч, которые он сделал. Или количество человек, к которым он подошел на выставке, на которой он работает. Или, например, количество отправленных каких-то сообщений, предложений. Или, например, количество клиентов, которым он предложил данный конкретный товар, либо данную конкретную услугу. Ну, а К обычно это либо процент, либо соотношение. То есть, процент, либо соотношение. Чаще всего в продажах мы это называем воронкой продажи, либо конверсией. То есть, какая-то часть активности завершилась результатами, какая-то часть не завершилась результатами. Соответственно, поднимаем мы и первое, и второе. Ну, и если говорить о продажах, например, обучение отдела продаж, обучение менеджера продажам, то главная цель у нас не просто какой-то абстрактный успех. Главная цель у нас рост прибыли. Рост прибыли, возможно, за счет роста продаж и роста рентабельности. Второе сейчас немножечко опущу, поскольку не тема сегодняшнего разговора. Ну, а по поводу первого пару слов все-таки скажу. За счет чего возможен рост продаж. С учетом того, что рост продаж можно разложить по простой формуле, объем продаж это количество сделок умноженное на среднюю сделку. Для роста продаж нам нужно, чтобы увеличилось количество сделок и чтобы увеличилась средняя сумма сделки. Пока все очень просто. То есть, если мы хотим с помощью обучения добиться роста продаж, нам нужно с помощью обучения добиться роста количества сделок и добиться роста средней суммы сделки. Лучше и, лучше не или. Если разложить еще подробнее на составляющие, то количество сделок у нас получается в результате какого-то количества контактов, вот тех самых звонков, встреч, либо конкретных каких-то предложений клиентам. Если у вас онлайн-продажа, например, то, естественно, это количество заходов на ваш сайт. Но мы сейчас говорим именно об отделе продаж, то есть те контакты, которые делают ваши продажники, ваши менеджеры. Итак, количество сделок определяется количеством контактов, но опять-таки все тот же коэффициент конверсии. Количество контактов нужно коэффициент конверсии. То есть, если мы с вами хотим поднять с помощью обучения объем продаж за счет количества сделок, за счет роста количества сделок, то мы что-то делаем для роста количества контактов, то есть роста активности, как мы говорили, рассматривая формулу успеха, и за счет роста коэффициента конверсии. Второй множитель у нас был средняя сумма сделки, То есть можно еще добиваться роста продаж За счет роста средней суммы сделки Или среднего чека, как говорят розницы Это мы можем сделать За счет роста количества позиций За счет роста единиц товара И за счет роста средней цены В этом чеке или в этой сделке Помним, правда, анекдоту о том, как клиент Купил крючок, удочку, лодку Прицеп для этой лодки Джип, которому цепляет этот прицеп Зачем пришел, тоже помню Это как раз увеличение количества позиций Которые есть в чеке в сделке По поводу единиц, ну, любой товар можно купить, ну, ладно, не любой товар, но многие товары можно купить в одном экземпляре, в одной единице, можно купить в большем количестве. Услуги, например, тоже могут продаться в большем количестве. То есть человек может приобрести, вернее, компания может приобрести, например, один билет на бизнес тренинг по продажам, либо может приобрести два, три, четыре, пять. Если вы продаете именно тренинги по продажам, вот пример увеличения количества единиц. И средняя цена, у вас наверняка есть у клиента выбор, клиент может покупать более дорогое или более дешевое, собственно говоря, за счет увеличения доли более дорогого вы увеличиваете среднюю цену. За счет того, что продажники дают меньшую скидку, вы увеличиваете среднюю цену. По большому счету, вот перед вами раз, два, три, четыре, пять действий, за счет которых можно поднять продажи, и которым, по сути, нужно обучить наших продажников, чтобы поднять эти самые продажи. То есть еще раз, первое, мы можем увеличить количество контактов, второе, мы можем увеличить коэффициент конверсии по количеству контактов, третье, для того, чтобы было количество позиций, должны быть предложения этих дополнительных позиций. То есть третье, мы увеличиваем количество предложений дополнительных позиций, четвертое, мы увеличиваем количество предложений дополнительных единиц, и пятое, мы увеличиваем количество предложений более дорогого чего-то, то есть тем самым увеличиваем среднюю цену. Естественно, и в предложении дополнительных позиций, и единиц, и более дорогого чего-то у нас тоже будет коэффициент конверсии. То есть и там, и там, и там, и там нам нужно еще снова-таки поднимать коэффициент конверсии по этим предложениям. Пока все просто, пока все понятно. Более того, хочу сказать, что на основании этого мы с вами можем выделить 8 основных, ну, либо если добавить еще в процентном соотношении, то есть процент выполнения плана, например, то 9 уже будет. 9 основных показателей или KPI любого тренинга, любого обучения нашего отдела продаж, наших менеджер-продаж. Это, естественно, процент выполнения планов и непосредственно объем продаж, который они делают. Может быть объем продаж в целом, либо может быть объем продаж по конкретной позиции. Недавно, например, работал с компанией, которой нужно было увеличить не просто объем продаж, а увеличить объем продаж непосредственно теплоизоляции. Вот из всего ассортимента мы прорабатывали именно объем продаж теплоизоляции, работали с этим. Либо, например, вот с еще одной компанией работали, которая, скажем так, договорилась о дилерстве с еще одним производителем. И для того, чтобы получить очень хорошие условия или интересные условия, нужно выйти на оборот в течение первого месяца 3 миллиона по этому дилеру, по этой марке. Компания небольшая, 4 продажника всего. Собственно говоря, мы работали непосредственно с объемом продаж по этой марке. Дальше, по тому объему продаж, с которым мы работаем, с которым вы работаете, вы можете увеличивать количество сделок, можете увеличивать количество контактов продажников, можете увеличивать коэффициент конверсии, можете увеличивать среднюю сумму сделки, количество позиций, количество единиц, среднюю цену. То есть задача обучения, задача тренинга не абстрактная распродажа, а у нас есть сегодня сейчас такая-то цифра по указанному показателю, показателю, который перед вами, и нам нужно сделать определенные интервенции, чуть позже скажу, какие интервенции, для того, чтобы этот показатель вырос с сегодняшней позиции до той позиции, которая нам нужна. Это может быть в целом по продажам, это может быть по направлению, по какому-то бренду, по какому-то виду продукции или по какой-то услуге. На всякий случай скажу, что продажи бывают трех видов. Наверное, как слышали, знаем, что бывают транзакционные, консультационные, стратегические продажи. Также уточню, что там интервенции у нас немножечко разные и возможности обучения тоже немножечко разные. Поэтому в двух словах скажу о том, что означает каждое из этих страшных слов, которые перед вами на слайде. Транзакционные продажи. Это продажи, в которых клиент знает, что он хочет купить. Он хочет купить вот этот товар или эту услугу. И он выбирает, у кого это купить. Либо даже, может быть, приходит и покупает в стандартном, привычном месте. Звонит в компанию, с которой работал и делает стандартную заявку. Либо торговый представитель, который к нему пришел, делает стандартную заявку. Это транзакционные продажи. Здесь, по большому счету, у нашего менеджера по продажам, либо торгового представителя, поле небольшое, чтобы разгуляться. И, в принципе, спектр обучения тоже небольшой. То есть, да, наш менеджер по продажам должен хорошо знать наш товар. Да, он должен уметь аргументировать, почему купить именно у меня этот товар. И должен уметь аргументировать, наверное, цену, по которой у меня нужно купить, ну, скажем, если эта цена выше, чем у соседа в другой компании. Если же это продажи консультационные, то есть, в консультационных продажах клиент не знает, что он хочет купить. То есть, он примерно представляет, но он выбирает из вариантов товаров или услуг, которые он может купить. И выбирает, где это купить. В первом случае выбирал, где купить, а здесь он выбирает и что купить, и где купить. В этом случае, менеджер по продажам должен лучше знать свой ассортимент. И быть способен аргументировать, почему купить именно это. Почему купить дополнительно еще это. Почему купить в большем количестве. Почему купить более дорогое. Ну, и, естественно, уметь работать с клиентом с его стандартными отговорками, возражениями, аргументировать цену и так далее. Это уже больше своего творчества, а значит, больше и поле для обучения, для развития компетенции нашего продажника. Чем выше требования в этом виде продаж, тем, соответственно, шире и спектр того, чем мы должны обучать. Ну, и стратегические продажи, это продажи, в которых клиент еще не знает, чего он хочет. То есть, по большому счету, он еще не представляет, что ему что-то от нас нужно. Он еще не готов что-либо приобретать. И тут появляется наш менеджер с продажами, и клиент уже готов чего-то приобретать. Классический вариант стратегических продаж, например, это продажи рекламы. Клиент может не задумываться о том, что ему нужна реклама, он может думать о том, что ему нужно выполнить план продаж. Он может думать о том, что ему нужно, например, распродать какую-то коллекцию, либо запустить какую-то новую коллекцию товара, либо ему нужно привлечь каких-то клиентов. Он думает о чем-то своем, и тут появляется продажник, который объясняет, что это можно сделать с помощью такого-то вида действий, с помощью такого-то вида рекламы. Или даже классические продажи каких-либо инвестиционных финансовых услуг, которые начинаются с простого вопроса. Вот, допустим, вдруг, не дай бог, вы не сможете дальше работать. Сколько месяцев, дней или, может быть, лет вы сможете жить на свои сбережения? Ну, либо на ваш пассивный доход. Человек об этом не задумывался, он услышал один простой вопрос, после чего он задумывается о том, что да, действительно, ему необходимы сбережения, ему необходим пассивный доход. Вот это все примеры стратегических продаж, в которых мы клиенту показываем, что да, потребность у него есть, то есть появляется потребность, которая у него была, но о которой он не задумывался, и мы фокусируем внимание клиента на том, что у него, оказывается, есть еще вот такая важная потребность, актуализируем ее. Естественно, это более сложная продажа, значит, здесь более серьезные требования к компетенциям продажника и немножечко шире спектр обучения. Есть еще разные виды продаж. Например, естественно, если у вас продажники работают только по телефону, там немножечко уже спектр обучения. Если и по телефону, и при встрече, то все, что мы с вами проговорим дальше, касается и первого блока, и второго блока, причем стоит обучать и тому, и другому отдельно, поскольку аргументирование по телефону, аргументация по телефону и аргументация при встрече, проведение качественной результативной встречи, это немножечко разные навыки, немножечко разные компетенции. Подстройки под клиента по телефону и подстройки под клиента, например, на выставке – это совершенно разные подстройки. У вас могут быть короткие продажи, могут быть длинные продажи. Короткие продажи, если ваш менеджер продает с одной-двух встреч или звонков, либо сразу продает в торговом зале, то сделка происходит практически мгновенно с одного касания, с двух касаний, а длинные продажи, если таких касаний достаточно много. Если это длинная продажа, то добавляются еще дополнительные нюансы, плюс к тому, что расскажу. Сейчас, с учетом того, что эти нюансы вы где-то на подкорочке оставили, о них думаете, сейчас расскажу о более простых продажах, понимая, что в таких сложных, состоящих из частей телефонные встречи, у нас просто добавляется еще один этаж, а в длинных продажах у нас добавляются просто еще дополнительные навыки, дополнительные компетенции. Расскажу, что мы делаем, в принципе, практически с любыми продажами. Прежде чем начинаем обучение, естественно, или прежде чем поговорим об обучении, естественно, скажу, что и я свято верю в то, что и ваши обучаемые свято верят или должны верить в то, что товар нужен. То есть продаем им что-то адекватное, мы не обучаем их тому, как что-то впаривать ненужное. Мы, естественно, говорим о товаре, который адекватен, который объективно нужен, который объективно клиентами востребован и полезен ценен. Важный второй момент. Цена тоже адекватна. То есть, ну, я понимаю, что можно продавать по себестоимости, как на слайде перед вами на экране. У меня, кстати, была интересная такая картина в январе. В декабре договорились с клиентом, которому нужно было подобрать отдел продажи в Москве. Клиент находится в Питере. Собственно говоря, ему нужно было подобрать и обучить отдел продажи. То есть, по сути, под ключ выстроить продажи. С учетом того, что там был Новый год, некогда было изучать, договорились так, что сразу с места в карьер побежали. 15 января, с 15 января, примерно до 25 января, подобрал персонал, приступили к обучению. Ну и с учетом того, что обучение, в том числе, включает первые звонки, первые контакты с клиентами, столкнулись элементарно с тем, что цены новой компании для московских клиентов оказались примерно в 2-3 раза выше, чем уже известных, успешных, знакомых для клиентов, остальных конкурентов. Вот тот пример, когда действительно у нас цена была неадекватная, и нужно было сделать вначале изменения ценовые, прежде чем обучать, прежде чем что-либо делать. Скажу сразу, что причина, по которой цена была неадекватна, вот примерно такая же, как перед вами про двух окуньков написано. То есть у нас же новый филиал, у нас новый склад, который еще не заполнен, мы купили 12 автомобилей доставки, у нас еще вот такие мизерные продажи, и, естественно, себестоимость у нас высокая. То есть если сталкиваемся с такими проблемами, то понятно, что дело не в обучении, и надо как минимум вначале решить вот это. Ну и очень надеюсь, пункт номер 3 очень важный, что компания адекватна, сервис удобен, то есть мы не создаем клиенту вот такие препятствия. Тоже реальный пример. Проработали, сейчас не буду называть компанию на всякий случай, чтобы не было антирекламы чьей-то, проработали с компанией, которая производит, продает теплоизоляцию, сэндвич-панели и так далее, проработали следующий момент, проработали приобретение или процесс схемы приобретения у конкурентов. Выяснили, что для того, чтобы у основного конкурента, опять же не называя его, сделать заказ, клиенту нужно пройти очень сложный процесс регистрации на сайте, по сути ответить на массу вопросов на сайте, только после этого ему будет назначен конкретный менеджер, который с ним будет работать. То есть клиент не может начать общаться с компанией, с менеджером-продажем, не может достучаться до компании, если он не прошел эту сложную процедуру. Ну, собственно говоря, мы были на стороне конкурента, поэтому мы этим, естественно, воспользовались, а у конкурента вот примерно так, как на слайде и получилось. Так, если у вас пункт номер один, пункт номер два, пункт номер три в адеквате, все в порядке, то дальше можем уже задумываться об обучении. Да, еще один важный нюанс. Очень важно, чтобы тот, кого мы обучаем, соответствовал вот этим вот семи критериям, требованиям, которые перед вами на экране на слайде. Если мы начинаем кого-либо, чему-либо обучать, чаще всего мы получаем простой ответ. Нет, я все знаю, я все умею, я так и делаю, или я делаю еще лучше, чем ты говоришь, чем ты, или я все это делаю, и даже еще лучше, чем ты сейчас объяснил, рассказал, показал. Поэтому для того, чтобы обучаемый не просто был обучаемым, но был еще и обучающимся, это разные вещи. Я бы его еще со-участником или со-учащимся назвал. Важно, чтобы вначале он получил какую-то задачу, какую-то дополнительную задачу. Или мы снизили уровень толерантности к проценту выполнения той задачи, на которой у него было до этого. То есть, чтобы была какая-то причина, какой-то повод к обучению. После этой причины, после этого повода, нам нужно от обучаемого получить три волшебных слова. И вот сейчас я прошу вас написать в чат этих три волшебных слова, без которых обучение невозможно, и после которых обучение, в принципе, вообще может начинаться. Для того, чтобы вы их написали в чат, от вас потребуется всего лишь честность. Те, кто честно напишут, сейчас смогут написать правильный ответ. Нет, как раз вот «хочу, могу, буду» — это те слова, которые мешают обучению. Напиши три волшебных слова, которые необходимы для начала обучения, и без которых «готов к обучению» не всегда это правда. Вот без этих трех слов обучение, на мой взгляд, невозможно, нецелесообразно, а вот после этих трех волшебных слов обучение начинается. Ирина, спасибо за честность. Эти слова «я не знаю, я не умею». Заметьте, что для того, чтобы ответить правильно этот вопрос, достаточно было просто честно написать в чат честный ответ. Но точно так же, как и мы, и это для нас вполне естественно, так и для наших обучаемых вполне естественно, что наши обучаемые точно так же, как и мы, будут пытаться найти свои какие-то варианты, будут пробовать разные варианты, будут делать вид, что знают, будут делать вид, что умеют, либо даже будут верить в то, что знают, что умеют. Но не ранее, чем мы от них получили три честных слова «я не знаю» или «я не умею», они готовы к обучению. Как только получили, прекрасно. Вот раз «не знаешь», «не умеешь», супер, вот это старт обучения. Не ранее, чем, и это вот первая точка для обучения. Когда мы получили три волшебных слова, человек знает, что есть какая-то задача, с которой он не знает, как справиться, не умеет, как справиться, конкретная задача, не абстрактная что-то, а конкретное, он готов обучаться. Но нужно, чтобы еще он был не просто готов обучаться, а чтобы он хотел обучаться. То есть не просто сказал «я не знаю, я не умею, мне оно в принципе сто лет не надо», а «я не знаю, я не умею, расскажите, покажите, научите, хочу научиться, хочу, чтобы получалось» и так далее. Ну и кроме этого еще важно, чтобы он был мотивирован к исполнению этой задачи. Одно дело, интересно научиться, чтобы разочек получилось, а другое дело, он обязан выполнить ту задачу, которая у нас в пункте 1, или ему необходимо выполнить ту задачу, которая в пункте 1. То есть еще возникает такой вопрос, а что случится, если он не выполнит? Что будет, если он не выполнит? Если ничего, ну как бы ничего, вот ничего, столько он изучит, столько ему он и научится. Если же при невыполнении задачи он получает минус, при выполнении задачи он получает плюс, желательно двойная мотивация, то значит есть шанс, что по пункту 4 у нас все в порядке, у нас плюсик, он мотивирован. Пятый момент, пятый элемент или пятый критерий требования к обучаемому, он должен быть обучаемым. То есть обучаемый должен быть обучаемым. Как это проверить? Ну в принципе обычно достаточно просто проверить. Говорят, что профессионализм в мелочах, в деталях. И вот обучаемый человек эти мелочи, эти детали, эти отличия должен видеть. Если он хотя бы видит вот эти отличия, эти мелочи, детали, то он обучаемый. Есть возможность сказать ему, например, вот как ты делаешь, вот как нужно делать, найди 10 отличий. Нашли 10 отличий, теперь устрани их. Например, вы можете попросить сотрудника предоставить аудиозапись его звонка клиенту. Или инсценировать, разыграть и снять на видео какую-то встречу с клиентами, или взять торговую точку, или какую-то ситуацию в переговорах. Есть запись того, как человек это делает. Есть, я называю это селфи, аудио селфи, видео селфи. Есть селфи того, как я это делаю. Напомню, что если селфи нет, то я вам, как ваш продажник, как ваш сотрудник, скажу на любые ваши предложения, демонстрации того, как надо, я скажу, я так и делаю. А если есть селфи, тут уже отвертеться не смогу. Да, я вот делаю вот так, и вы мне дальше показываете чье-то селфи, на которое можно равняться. То есть тот звоночек, ту аудиозапись, либо ту видеозапись, которую мы считаем эталоном. Вводим новое понятие, новый термин, аудио-видео-эталон. То есть мы не просто рассказываем, как хорошо, как правильно, мы показываем аудио-видео-эталон, как это должно выглядеть, как нужно делать. Ну, в некоторых случаях фото-эталон, например, как что-то должно выглядеть в итоге, если у нас мерчандайзер, либо если у нас там что-то связанное с внешним видом, с отделкой и так далее. Ну, вернемся к продажникам. Итак, у нас есть селфи сотрудника и у нас есть эталон. Ну и дальше простая детская игра. Найди 10 отличий. В том, что делаешь, в том, как делаешь, в том, что говоришь, в том, как говоришь. Либо я сотрудник, ваш сотрудник, нашел эти 10 отличий. В таком случае следующее требование ко мне очень простое. Устрани эти отличия и запиши еще раз без этих отличий. Запиши еще раз, где будет вот так, как в эталоне. Неважно, аудио-видео. Вот предъяви доказательства того, что ты можешь сделать точно так же. Не просто расскажи, что можешь, а предъяви аудио-видео-доказательства. В некоторых случаях, правда, сотрудник в ответ на то, что мы показали ему. Вот твое селфи, вот как надо. Вот эталон. Отреагирует немножечко по-другому. Вот примерно так, как в этом видеоролике. Коротко, надеюсь, вам понравится. Фрукт, фрукт. Сиська, сиська. Цветок, цветок. То же самое, мать твою. Да, капитан, они довольно похожи. Надеюсь, ролик понравился. У кого нет, не было видео, Александр, возможно, сможете помочь технически, предоставить ссылку участникам, или как-то еще другим способам. Я вот не знаю, смогу ли я физически это сделать, скопировать, но если Александр поможет, то это будет. То есть, в некоторых случаях мы получим сотрудник электрофрукт, фрукт. Это одно и то же, я точно так и делаю. Если сотрудник не видит разницы, то бесполезно его чему-то обучать. Обучить можно только того, кто видит эту самую разницу, поскольку обучать будем тому, как эту разницу преодолеть, как это отличие преодолеть. Не все люди обучаемы. Дрессировщики скажут, что обучить, вернее, дрессировать можно кого угодно. Но есть некоторые животные, которых дрессировать не стоит. Например, ежики. Что с ежиком не делай, все, что он может, это только жрать, и все. Поэтому, если вдруг вам попался вот такой ежик, как на экране, то, пожалуйста, не мучайте животное, отпустите в лес. То есть, с обучаемой мы, естественно, не работаем. Возвращаемся к требованиям. Итак, мы убедились в том, что сотрудник обучаем. Я понимаю, что есть другие критерии обучаемости. Это вот такой простейший, который можно очень просто, очень быстро увидеть, отследить. Но есть еще и другие критерии. Будет желание, потом пообщаемся более подробно по поводу обучаемости. Хотя бы отслеживаем вот это. Шестой пункт. У обучаемого должно быть правильное убеждение. Что имеется в виду? Проверьте у ваших менеджеров к продажам. Задайте им такой вопрос. От кого зависит ваш объем продаж? Правильный ответ, естественно, очень простой. От меня. Это единственный правильный ответ. Объясню, почему единственный. Если я, как ваш продажник, не верю в то, что результаты зависят от меня. То есть, если я считаю, что результаты зависят от клиента. Ну как? Ну как я могу поверить? Клиент решит, купит. Не решит, не захочет, не закажет. Захочет, закажет больше. Не захочет, закажет меньше. Там и так далее. Или от ситуации на рынке зависит. Или от конкурентов зависит. А не от меня зависит. То что получается? Раз зависит не от меня, то не мне что-либо менять в действиях для изменения результата. Ну и второй нюанс, которым стоит задуматься. Если зависит не от меня, то, наверное, и не мне нужно платить за результат. Логично? Логично. И вот имеет смысл общаться, работать и обучать только тех продажников, только тех продажников торговых и строителей, которые верят в то, что результат зависит от них. Если они верят, то тогда можно с ними разбирать. Вот твои сегодняшние такие действия привели к таким-то результатам. Хочешь таких-то результатов, нужны такие-то действия. После чего человек вполне возможно будет менять действия, менять и так далее. Если он не верит в то, что изменения его действия как-то повлияют на результаты, естественно, в большинстве случаев он делать не будет, не сможет. Ну и если он верит в то, что у него компания, как было на картинке с лестницей, и что у него товар не круглые колеса, а квадратные, ну и цена как у двух окуньков, то, естественно, тоже это не тот случай, когда менеджер продажам нужно обучать, нужно поработать с убеждениями. Хотя чуть позже покажу, что тренинги бывают разные, есть и тренинги убеждения, естественно. Ну и на всякий случай тоже седьмой пункт озвучу. Обучаемый при этом должен быть обеспечен всем необходимым. Если у менеджера по продажам нет товара, чего продавать, вот реальный пример сейчас одной из компаний, где обучаем продажам, продажи выросли за несколько шагов, за несколько сессий продажи, выросли примерно на 40%, 42-43%, 40% по разным позициям просто. Но у компании нет запаса товара, и получается, что последние полторы недели ребятам отдела продаж нечего продавать. Точнее, есть те запасы, которые лежат на складе год, два, три, полгода, не ликвиды, но нет основного товара, с которым начали работать их клиенты. Естественно, менеджер продажам должен быть обеспечен всем необходимым, например, той же IT-поддержкой, то есть той же CRM-системой, чем-то еще, для того, чтобы менеджер продажам не тратил свое время на какую-то неважную, непродажную ерунду. Седьмой пункт тоже, пожалуйста, проверьте, потому что обучать в тот момент, когда продажнику продавать нечего, либо его время на 90% занято решением каких-то проблем организационно-технических, бесполезно и бессмысленно в такой момент обучать, нужно вначале решить проблему. Итак, допустим, что у вас есть готовый продажник, соответствующий с теми пунктами, либо хотя бы частично соответствующий, при этом, естественно, обучаем в том числе, у вас есть инструменты, ресурсы для обучения, причем это не грабли для самообучения. Давайте посмотрим, какие же инструменты, ресурсы у вас есть и какие виды тренингов возможны. Я считаю, что есть пять видов тренингов, обычно выделяют пять видов тренингов. Есть тренинги мотивирующие, есть тренинги ценности, убеждений или тренинги отношений, тренинги знаний, тренинги умений и навыков И нечто, что можно назвать тренингом, можно назвать консалтингом. Ну и естественно, все это может быть в виде винегрета, салата оливье, смесь еще и с майонезом и так далее. Что такое мотивирующие тренинги? Это тренинги, после которых ваши продажи бодры, веселы, энергичны, хотят горы свернуть. Но единственная проблемка, если тренинг только мотивирующий, это получается, что подняли из окопа все вперед, а куда бежать, потом забыли сообщить. То есть мотивация есть, желание активничать есть, двигаться есть, желание бежать и зарабатывать есть. А вот куда именно бежать, где враг и где оружие, собственно говоря, сообщить забыли. Поэтому я считаю, что мотивирующий тренинг это приправа к любому тренингу. То есть правильный вариант мотивирующего тренинга, если это составляющая часть, если это приправа, которой в правильных пропорциях посыпали любой из остальных тренингов. Из одной только приправы блюда не сделаешь. Но и без приправ блюдо тоже пресно. Тренинги ценности, убеждения, отношения – это тренинги, в результате которых мы корректируем какие-то ценности, убеждения, отношения. Например, опять-таки, если менеджер продажам считает, что сейчас кризис, клиенты не покупают, крокодил не ловится, кокос не растет, а мы показываем, что результаты зависят от себя, от каких-то действий, и сотрудник в результате этого верит, что от таких-то моих действий зависит такой-то результат, это тренинг убеждений. Либо, если продажники на самом деле не совсем продажники, а назовем их таким словом «передасты». Вы знаете, что есть менеджер по продажам, есть менеджер, а есть «передасты». Кто такой менеджер? Клиент сказал, что цена высокая, товар плохой, качество плохое и так далее. Что сделает менеджер? Он справится с этим возражением клиента. А что сделает «передаст»? Он передаст эту информацию вышестоящим руководителям. Ну вот, собственно говоря, в чем основное отличие. Вот если вдруг действительно менеджеры по продажам не просто передают этот негатив от клиентов, но и впитывают по дороге, то есть верят, что товар плохой, что компания плохая, цена завышена и так далее, возможно, требуется еще дополнительный тренинг убеждений плюс к остальным тренингам. То есть мотивирующий плюс убеждений, плюс что-то еще, поскольку тоже считаю, что тренинги ценностей, убеждений и отношений – это тоже приправы. Тренинг ценностей – это тренинг, на котором мы, например, участнику тренинга, продажнику показываем, что, например, клиенты для нас важны, что важно быть клиентоориентированным. Показываем, что это означает потом в виде инструментария. То есть клиент-ориентированность – не пустой звук, а показываем, с помощью каких фраз, с помощью каких привязок, с помощью каких привязанных к ситуации клиента аргументов, мы наше предложение ориентируем на, скажем так, на клиента, на его ситуацию, на его ценности. Делаем ценностное предложение. Но вначале нужно показать, что это ценно. Ориентируясь на клиента ценно, клиент является ценностью. Или, например, мы продажнику объясняем, что ценно не просто продать, а ценно продать с рентабельностью, с прибылью. Или мы показываем, что ценно не просто работать, а ценим профессионализм, ценно обучаться, развиваться и так далее. Тренинг знаний. Наиболее распространенные тренинги, где мы даем нашим продажникам, нашим менеджерам продажам какие-то знания либо товара, либо техники продажи, либо чего-то еще. И чаще всего то, что называют тренинги продажам, к сожалению, относится к третьей категории. Хотя я считаю, что этого в принципе недостаточно, но это уже мое личное мнение. Четвертый – это тренинг умений и навыков. Если, например, мы обучаем продажников тому, как справляться с возражениями, как их предвосхищать или преодолевать, и они после этого тренинга преодолевают возражения, которые они не умели преодолевать до этого, или предвосхищают, у них становится меньше возражений, значит, это был тренинг навыков. А если при этом нужно еще объяснить или найти какую-то цепочку работы с клиентом, например, в длинных тех же продажах, помочь продажнику понять, что он предлагает, что не абстрактное сотрудничество, а конкретные решения, то тогда, возможно, это некий пятый вариант. Объясню, например, с компанией, которая продает оборудование, сейчас могу ошибиться, то ли пенобетон, то ли газобетон, в общем, какой-то там, по-моему, газобетон, оборудование для производства газобетона, смогли с помощью очень простого действия, с помощью очень простого решения фишки поднять продажи, обучив продажников тому, что с каждым клиентом нужно решить пять вопросов. кто принимает решение, что именно за оборудование им нужно, точнее, для чего им нужно это оборудование, или что за оборудование им нужно для своего производства, либо для продажи этого газобетона, где, ну, сейчас вот будет что, где, когда и почем. Что, где, когда и почем. Что за оборудование, где это оборудование будет стоять, где оно будет монтироваться, когда это оборудование должно работать, когда необходимо, чтобы была первая партия произведена, соответственно, когда нужно, чтобы мы вам его поставили, когда нужно, чтобы мы его произвели, когда нужно, чтобы мы подписали договор. Вот простые, ну и, соответственно, почем эта цена. Простые пять вопросов, которые решают в течение разговора с клиентом, в течение переговоров, если все пять вопросов решил, то, по сути, сделка практически есть. Если пообщался с клиентом, ни одного вопроса не решил, то сделки нет. После того, как из абстрактной беседы, абстрактной встречи, абстрактного созвона продажников привели к этим 5 простым решениям, конверсия и количество сделок у продажников выросло в разы. Простое решение. Это я называю не просто тренингом, а тренинг плюс консалтинг. Ну и таких вариантов, естественно, много и в моей практике, и в практике любых других тренеров, которые занимаются тренингами с какими-то еще отраслевыми решениями, неотраслевыми, какими-то другими интересными решениями. По поводу тренинга убеждений, ну, говорил, что мотивирующий тренинг должен быть приправой для любого тренинга. Считаю, что и тренинг убеждений по 6 убеждениям тоже должен быть добавлением практически к любому тренингу. В любой тренинг можно добавить, или у любого продажника, у любого дела продаж, должно быть как минимум 6 убеждений. Первое, то, что нет ничего невозможного, возможно все. Объясню, почему каждый должен петь песни «Я знаю точно невозможно и возможно». Очень просто. Мы можем тратить время, силы, деньги на то, чтобы убеждать друг друга, что что-то возможно или невозможно обсуждать. Или мы можем заведомо понимать, что все возможно и тратить время, деньги, силы на поиск того, как это сделать. Причем заменять слово «невозможно» словом «еще». То есть есть то, что уже знаешь, как решить, и то, что еще не знаешь, как решить. Ну и дальше целые цепочки технологий возможны. Убеждение «Я могу», если продажник не верит, что он может, то, пардон, сейчас остальное трудно работать. Если он верит, что он может, работает. Убеждение зависит от меня, не от клиента, не от конкурента, не от встации, от меня. Ну и дальше тоже привязывать к каким-то действиям, уже к техникам. Четвертое убеждение «Такая корова нужна самому», то есть моя компания хороша, мой товар хорош, моя услуга хороша, цена адекватная и так далее. Пятое убеждение «Мы сильнее». Очень часто боятся конкурентов, соответственно, должно быть убеждение, что мы лучше, мы сильнее, по крайней мере в чем-то. И шестое убеждение связано с клиентами, то есть то, что клиент платежеспособен, хочет, может, купит и так далее. Вот эти шесть убеждения стоит проверить. И если вдруг их нет, требуется провести тренинги убеждений, либо какие-то другие интервенции для того, чтобы эти убеждения появились. Тренинги знаний обычно строятся по четырем направлениям. Это знание товара, знание технологии работы, знание товара – это и знание ассортимента, и знание того, где, в какой ситуации мой товар нужен клиенту, и знание того, какие плюсы и минусы, какие преимущества моего товара, какие утыпы моего товара. Знание технологии работы – это знание того, где найти клиента, что с ним делать, как шаг за шагом с ним работать. Вот пресловутые этапы продаж это всего лишь второй пункт тренинга знаний, не более чем. Знание клиента это и знание моей целевой аудитории, и знание ситуации клиента, о которых нужно с ним говорить, и знание как мой товар стыкуется с ситуацией клиента, что в какой ситуации как клиенту предложить, и знание что мотивирует клиента и так далее. Ну и тоже может быть знание особенностей клиента по каким-либо психотипам, сейчас не буду останавливаться на этом, но знание особенностей клиента, к которым можно адаптироваться и дифференцировать инструменты продажи. Ну и знание конкурентов для того, чтобы знать как отстраиваться и как их побеждать в работе с конкретным клиентом. Ведь воюем, боремся мы ни в коем случае не с клиентом, воюем, боремся мы с конкурентом, но на поле боя двух полушарий нашего клиента. Тренинги умений это обычно вот эти 10 умений, не буду сейчас подробно останавливаться о них, просто скажу, что когда вы решаете, какой тренинг по продажам вы заказываете, или какой тренинг по продажам вы проводите для своих продажников, важно понять, какие именно умения из перечисленных здесь целой группы умений будут, или там необходимо развить у продажника. Более того, у любого умения должно быть подтверждение. В существуете у студенции такой термин, как презумпция невиновности. Презумпция невиновности означает, что пока не доказано, что виновен, по определению невиновен. В бизнесе должно быть такое понятие, должно использоваться такое понятие, как презумпция незнания и презумпция неумения. Здесь пока не доказано, что знает, по определению не знает. Пока не доказано, что умеет, по определению не умеет. То есть что у нас будет доказательством того, что умеет, нужно продумать, естественно, до этого обучения, до этого тренинга. И по каждому из этих пунктов должен быть либо эталон, как это делается, аудио-видео эталон, либо четкие критерии, по которым мы определяем, что эта компетенция есть, что это умение есть. Например, у меня по этим 10 пунктам есть 10 групп компетенций, и мы оцениваем и до, и после обучения по этим 10 компетенциям конкретного продажника, либо по тем компетенциям, которым его нужно обучить, что было до, что, соответственно, после. И теперь давайте вернемся к тому, что у нас все-таки тренинг – это задача по таким-то KPI, то есть это не просто обучение ради обучения, это бизнес-задача, и нам нужно поднять такой-то KPI. Ну, например, у нас один из KPI, один из показателей был рост количества контактов, ну или количество контактов с клиентами. Сейчас мы говорим об исходящих контактах, то есть о тех контактах, которые зависят от нашего продажника. Если нам нужно поднять количество контактов, нам требуется 5 составляющих в нашем меню Салата Оливье, ну либо, скажем так, интервенций, которые мы делаем с нашим отделом продажи. Нам нужен мотивирующий тренинг, причем, скорее всего, это будет добавка, это будет плюс приправа ко всему остальному. Наверное, это будет тренинг уверенности, потому что если нет уверенности в себе, то, скорее всего, наши продажники не будут делать контакты. Возможно, еще потребуется тренинг убеждений, потому что если они убеждены, что холодные звонки, например, или что встречи бесполезны, или что в командировке ездят бесполезно, или что если активность клиенту предлагают, то клиент этим не заинтересуется, то эти убеждения ограничивающие, их нужно корректировать. Итак, мотивирующий тренинг, плюс тренинг уверенности, плюс, возможно, корректировка убеждений, если мы убедились в том, что что-то из убеждений требует корректировки, и что-то является ограничивающими убеждениями. Ну и дальше, два тренинга умений и один тренинг знаний. Знания технологии работы, это, по сути, кто наши клиенты, где их находить, что с ними делать, куда их фиксировать, как, скажем так, работать с CRM-системой, как шаг за шагом, что клиенту предлагать, какое предложение делать, как выставлять счет и так далее, простые вещи. А два умения, это умение находить контакты, если мы не обеспечим готовую базу, и умение делать этот контакт, то есть либо холодные звонки, либо встречи. Третье умение, как ни странно, проверяется, дается крайне редко. То есть мы требуем от продажника контакты с клиентом, но при этом мы не научили находить контакт. То есть он не знает, кому звонить, он не умеет их находить. Как только мы научили находить, так же, если он не знает, с чего начать свой звонок или с чего начать свою встречу, или, например, на выставке он стоит на стенде, он не знает, какой фразой зацепить проходящего клиента. Он не знает, с какой фразы начать общение, какой фразой обратиться к тому клиенту, который подошел на стенде, например. То, естественно, он этот контакт делать не будет. Если он знает фразу, должно еще появиться, должна появиться мотивация, и должен появиться, то есть некий энтузиазм, некая бодрость, некая инициативность, и должна появиться уверенность. То есть он должен быть уверен в том, что у него получится. Если все это дали, то есть шанс, что будет увеличение количества контактов. Если у нас задача роста конверсии, здесь немножечко сложнее. Рецепт состоять интервенции будет из 8 пунктов. Для роста конверсии мы тоже даем тренинг уверенности и убеждений. Здесь мотивирующий тренинг даже, я бы сказал, не то что не нужен или вреден, но можем пока это отложить в сторону, потому что мотивированный, с энтузиазмом, инициативный, активный, будет перерапачивать больше, больше, больше клиентов, не задумываясь, почему он потерял этого конкретного клиента. Поэтому излишняя мотивация здесь даже может быть во вред. А вот тренинг уверенности и убеждений, да, вполне, потому что от того, насколько уверенно я работаю с клиентом, зависит в том числе и то, насколько клиент будет уверен в том, что я ему говорю. Соответственно, если мы дали нашим сотрудникам тренинг уверенности, провели, то есть шанс, что конверсия уже вырастет. Если мы еще убрали какие-то убеждения, например, убеждение такое, если клиент возражает, то возражает все, клиент сказал нет, значит нет. Мы можем это убеждение убрать очень просто. Например, мы можем научить, как отличать возражения и отказы. Возражения и отказы отличаются очень просто. Я, как продажник, у нас же продажа ваш, слышу то, что мне сказал клиент, качество возражений. Сажусь и думаю, что мне только что сказали. Мне сказали возражения, то есть мне искать варианты ответов дальше, или мне сказали отказ, то есть мне варианты искать уже не нужно, нужно остановиться и, собственно говоря, и все. То есть по большому счету, я, как продажник, отказываю себе сам, клиент только возражает. И уже я решаю, что это был отказ. Если мы объясняем это продажнику и даем дополнительные инструменты для того, чтобы он еще и умел отвечать на эти возражения, и находил под любое возражение ответы, значит, все у нас получится. Бывает такое, что продажники верят в то, что клиент сказал, я подумаю. Что если клиент сказал, я подумаю, то это не возражение, не отказ, он действительно будет думать. Вот сейчас повесит трубку, или сейчас вы выйдете из его кабинета, он садится и думает до вашего следующего прихода. Ну, несерьезно. Как только продажник понимает, что это все-таки всего лишь возражение, с которым нужно работать, это тоже, мы скорректировали убеждение, это тоже позволит дальше проработать умение справиться с таким возражением и поднимет конверсию. Либо если продажник, например, верит в то, что когда клиент сказал, что ему ничего не надо, он по определению врет. Точнее так, очень легко проверить, врет или говорит правду. Например, прислушивается к тому, дышит клиент или не дышит. Если дышит, значит врет, значит ему что-то нужно. Если не дышит уже, значит сказал правду, значит ему уже действительно ничего не нужно. То есть пока дышит, значит ему что-то нужно. И уже моя задача привязать к тому, что ему нужно, то, что я могу предложить в его ситуации из моих товаров и услуг. Плюс к этим вещам, естественно, прорабатываем знание товара, потому что если я как продажник не знаю товар, то я очень часто не смогу правильно аргументировать, я не то предложу, а при впаривании конверсия гораздо ниже, чем при предложении товара и услуги, которые нужны клиенту в его конкретной ситуации. Умение устанавливать контакт, умение выяснять после установления контакта потребности клиента тоже повышает конверсию. Насчет установления контакта, ВИСТ это внимание, интерес, симпатия, доверие. То есть как только мы вначале включаем внимание клиента, только потом что-то начинаем делать, у нас конверсия растет. Часть клиентов просто нас не услышали, мы не включили внимания и посчитали, что его возражение, то есть точнее его просто отмашка, было возражением, не смогли с ним справиться. Внимание, интерес, симпатия, доверие, интерес. Если клиенту было неинтересно то, что мы говорим, естественно, конверсия будет низкая, потому что будет много возражений. Если нам удалось говорить о ситуации клиента, о клиенте и о любых наших товарах и услугах только в привязке к ситуации клиента, то, естественно, конверсия выше. Если есть симпатия, если есть эмоциональный контакт, естественно, конверсия выше. Если есть доверие, естественно, конверсия выше. Насчет умения выявлять ситуации и потребности, может быть, еще выявлять определенные сигналы, особенности клиента, это умение, которое позволит предложить клиенту только то, что срезонирует с его ситуацией, с его особенностями, с его пожеланиями. Естественно, если мы предложим то, что клиенту изначально нужно, конверсия будет выше, чем если мы просто тупо всем предложим одно и то же. Добавляем умение презентовать, аргументировать, добавляем умение преодолевать возражения, добавляем умение завершать сделку, потому что обычно в продажах работает бородатый анекдот про поручика Ржевского. У поручика Ржевского спрашивают, поручик, как вам удается пользоваться таким большим успехом у дам? Вот каждый вечер вы с балла уезжаете с новой дамой к себе домой. На что поручик Ржевский отвечает? Это очень просто, я вижу, домой подхожу, делаю прямое конкретное предложение, давайте уедем ко мне домой из бала, поручик, так же можно и по морде получить. Ну, конечно, бывает и по морде, отвечает поручик, но чаще уезжаем ко мне домой из бала. Собственно говоря, обращая внимание не на то, что поручик Ржевский делал предложение, и от активности все зависело. Обращая внимание на то, что с этой дамой танцевали на балу многие, а вот непосредственно конкретно предложение сделал только поручик Ржевский. То есть, непосредственно, надо разобраться, наши продажники с клиентом танцуют, либо делают предложение и уезжают, в общем, получают то, что они хотят. Очень часто продажники не делают предложение, не завершают сделку, не делают даже такие попытки. Из того микса пунктов, которые должны быть для роста конверсии, я бы вначале, прежде чем обучать всем этим вещам, либо проводить все эти интервенции, естественно, продиагностировал, что есть, чего нет. Ну и, естественно, если чего-то нет, то добавляем недостающие какие-то звенья из этих восьми пунктов для того, чтобы у нас росла конверсия. Чаще всего конверсия растет по этим причинам или не растет тоже по причине отсутствия чего-то из перечисленного. Это вот пример того, что плюс к этим инструментам, естественно, еще тренинг убеждений нужен. Помните картинку? Красивая, да? Нравится? Знаете, что есть продолжение этой картинки? Видели? Показать? Вот продолжение этой картинки. Ну, это так просто, чтобы немножечко развлечь, а мы пойдем немножечко дальше. Если мы говорим, например, о той же конверсии, то, естественно, там есть определенная глубина в каждом из умений. Например, если мы обучаем мастерство работы с возражениями, мы можем обучать на разных уровнях. То есть на предыдущих слайдах я показал, что можно обучать этому умению. Но понятно, что по каждому из умений, когда у вас есть расписанные компетенции, вы можете посмотреть, на каком из уровня компетенции находится ваш продажник. Ну, кстати, если с кем-нибудь где-нибудь встретимся, пообщаемся, буду рад рассказать и об этих уровнях, и показать примеры компетенции тоже. Это так, как художник художник. Есть у нас показатели роста средней сделки. То, соответственно, вот такой микс, такое меню. У нас есть тейнг уверенности, тейнг и убеждений тоже, может быть, знания товара, умение устанавливать контакт. Видим, что некоторые элементы совпадают, но умение, например, презентовать и аргументировать, в данном случае это умение презентовать и аргументировать конкретную дополнительную позицию. То есть еще и этот товар дополнительно к таким-то сделкам. Или купите не один, купите два или купите три, например, а не просто презентацию. Презентация и аргументация именно этого. Или купите более дорогое. Не вот это купите, а вот это купите, более дорогое. А не просто презентация, аргументация. То же самое, например, с ответами на возражения, с преодолением возражений. Не вообще преодоление возражений, а преодоление возражений по предложению дополнительной позиции, большего количества и более дорогого ассортимента, либо, скажем, возражений по цене этого более дорогого ассортимента. В записи посмотрите, может быть еще раз посмотрите, что из пунктов есть составляющие части каждого из элементов, вернее, каждого, в общем, интервенции для роста каждого из показателей. Если будут вопросы, то я, естественно, на них тоже с удовольствием отвечу. Про презумпции невиновности, презумпции незнания уже говорил. Скажу еще, что кроме презумпции незнания и презумпции неумения в бизнесе стоит еще ввести значок ГТО. То есть мы говорим не просто о том, что наши сотрудники получают какие-то знания и умения, мы говорим о том, что в принципе каждый сотрудник должен иметь значок ГТО, то есть готов к труду и обороне в отдельно взятой компании, наш продажник готов, умеет, знает там то-то, 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 то-то. И периодически делаем селфи, аудио-видео селфи, о которых я говорил, и сравниваем с теми стандартами, с теми эталонами, которые у нас приняты в компании, которые выбраны. Это вот такие некоторые дополнения для того, чтобы наша работа с продажником была системной, чтобы отдел продаж мы обучали системно. Про эталоны в двух словах я вам говорил, есть определенные критерии оценки эталона. Можно подумать, какой эталон вы попробуете сделать первым, но если будут вопросы, то, соответственно, пожалуйста, задавайте эти вопросы. Пример видеоэталона сегодня сейчас показать не могу, но как-то может быть в следующий раз получится. Просто здесь техническая небольшая проблемка, к сожалению, видео это не сработало. И напоследок. Естественно, мы хотим, чтобы то, что мы делаем, у нас работало системно, работало всегда и получалось всегда. Поэтому, естественно, плюс к обучению нам нужно обеспечить еще хотя бы три элемента. Перед вами формула исполнения. Если вы уже знакомы с этой формулой, то отлично. Если нет, просто в двух словах скажу, что PR – это понимание роли, то есть что конкретно от меня требуется. Понимание того, какой результат от меня требуется, какой процесс от меня требуется. SP – это способности, MO – это мотивация, UR – это условия работы какие-то. Так вот, сколько бы вы не вкладывали в способности, в знания, в умения, но если четко не поставлена задача, замените этот множитель на ноль, и вы получите ноль. Сколько бы вы не вкладывали в обучение, но если нет заинтересованности, нет мотивации, соответственно, будет опять же умножение на ноль. Поэтому обеспечивать нужно в комплексе. Поэтому вот те моменты готовности и обеспеченности, которые я говорил в самом начале, тоже очень важны. Надеюсь, что будем их учитывать. Спасибо за теплые слова, приятно за то, что пишете. Если какие-то вопросы у нас остались, я с радостью на них отвечу. Ну и хочу сказать спасибо огромное всем участникам. Спасибо Александру за приглашение. Надеюсь, что будем продолжать наше общение. Ну а если есть вопросы, с позвонения Александра я могу оставить свои контакты. Также, чтобы могли эти вопросы мне написать. Адрес сайта, где можно почитать какую-то информацию, в том числе какие-то статьи интересные, может быть. Адрес электронной почты, адрес скайпа. Если будут вопросы, всегда рад поделиться. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Я завершу вебинар. Коллеги, значит, презентация вебинара и запись вебинара на наши ресурсы HR.do. Вы сможете их посмотреть. И ссылки будут отправлены всем участникам. Ксения, я отвечаю на ваш вопрос. Вот здесь у нас находятся социальные сети. И внизу ссылка о форме регистрации на остальные вебинары. Пожалуйста, заходите. Дякую, белорусы. Ирина Калиласко. Итак, контакты проекта HR.do. Info HR.do.ru. Мы в социальных сетях. Вот еще раз я повторю. Сайт Бориса. Контакты Бориса. Они будут отправлены вам. И связывайтесь с нами. Ждем вас на следующих наших вебинарах. Всего доброго.